Эксперты поделились мнением по поводу парада 9 мая, вход жалы и памятника фашистам ЖД. Миротворческие силы России если и проводят парад 9 мая, то это должно быть согласованной акцией СПАКУ. Таким мнением поделился с Кавказским бюро, политолог Ильгар Велизаде. Миротворческие силы обычно не проводят подобные акции в тех или иных странах. Парад можно проводить только на своих территориях. Парад 9 мая, вход жалы, должно проводиться в согласованном порядке. Потому что ставится в известность власти, получается официальное разрешение и только потом, после того как есть разрешение. И на этом параде также принимает участие официальные лица, проводится данное мероприятие. Но всего этого как мы видим нет. Отметил политолог, говоря о предстоящем параде 9 мая, вход жалы. Политолог также добавил, что миротворцы находятся на азербайджанской территории по приглашению азербайджанской стороны и у них есть соответствующие задачи. Эти задачи имеют четкие правила и границы. А все, что выходит за рамки этих задач, должны быть согласованы с Баку. Надеюсь, это так и будет, чтобы стороны пришли к обоюдному решению. Что же касается памятника МЖД, то Азербайджан не раз этот вопрос поднимал, однако сейчас видимо российская сторона всерьез настроена убрать памятник, и мы можем говорить о том, что позиция Азербайджана была услышана, добавил он. В свою очередь политолог Эльхан Шаин Аглу сказал, что на все вытекающие вопросы, связанные с парадом, должны отвечать официальные структуры Азербайджан. Мне вот интересно, почему те вопросы, которые сейчас есть после объявления о параде миротворцев в Ходжалы, ни одна из официальных структур ничего не заявила. Провокации России против Азербайджана продолжаются. Где это видно, чтобы миротворческие силы проводили военный парад? Во-вторых, они, распространяя информацию о том, что памятник в Ходжде будет убран, они нас хотят так успокоить. Однако этот памятник и так не должен быть там и не будет, сказал он. С другой стороны, если Араик примет участие на этом параде, это будет ударом по Азербайджану со стороны России, подчеркнул аналитик. Итак, отношения между странами в плохом состоянии и президент Азербайджана уже месяц как один и тот же вопрос задает российской стороне, откуда у Армении Искандеры М. А сейчас этим парадом они нас провоцируют. Поэтому МИД Азербайджана должен проводить более жесткую линию в отношении России и должна быть дана нота. Потому что чем дальше, тем больше эти провокации будут продолжаться, подчеркнул он. Говоря о последнем инциденте сожжения флагов Азербайджана и Турции в Ханкен-Ди, Шаин Аглу сказал, что МИД Азербайджана, институт омбудсмена молчит и, кажется, вообще не понимает, что происходит. Никаких заявлений со стороны официальных структур, никакой деятельности со стороны омбудсмена, она ни к каким международным организациям ничего не пишет, не обращается. Азербайджан должен показать свою твердую реакцию, что никаких провокаций там мы терпеть не собираемся. Но если мы ведем себя так, как ведем сейчас, если мы не приглашаем посла и не даем ему ноту, они будут себя вести вот так нагло. Я не призываю обострять отношения с Россией, я призываю реагировать на их провокации, резюмировал аналитик. Редактор субтитров А.Семкин